Это проект «Заложники», он как бы выставка в выставке, он как бы отдельный, но он вытекает из Марьева, потому что это как бы люди, которые как раз и находятся в этом Марьеве, в тумане, где-то там заблудились и нашли себе вот такое убежище в виде таких колодцев. Вот они там на дне сияют и смотрят, но выйти за пределы они не могут и встречаются взглядом с окружающей действительностью, когда к ним кто-то заглядывает. А сами они как бы не могут в мир войти. И они смотрят через вот эту сетку узора, который процарапан на этих колодцах, башнях, созданных ими самими для себя. То есть они отгородились такой стеной, при этом они как бы видят этот мир, но этот мир покрыт для них вот такой сеткой узора, который искажает восприятие. И люди вокруг, и вообще вся окружающая действительность, она воспринимается как такие тени, которые не реальный мир, а какие-то отпечатки вообще реального мира. Вот так эти заложники воспринимают действительность окружающая. И на этих колодцах процарапаны фразы, связанные со временем, потому что ситуация заложничества, она тесно связана со временем, потому что либо времени нет, да, время уходит, там часы тикают, заложники могут остаться заложниками или погибнуть, или еще что-то. Но всегда, когда заложников освобождают, время очень активно, оно включается вообще в контекст. Поэтому здесь вот процарапаны фразы, которые связаны со временем, например, время работает против, да, ну там не получится так снять, потому что она в круг идет вокруг. Время работает против, время уходит, там время остановилось. Ну, просто фразы связанные со временем. Дальше вот этот триптих между небом и землей, это светящиеся такие вот эти гравюры. Почему я сделала вот именно, их же можно было просто нарисовать, да, и была бы просто графика. Мне хотелось, чтобы вот этот фактически, это же вот заложник, да, он вот находится между небом и землей, и он, как бы, не имея возможности увидеть окружающую действительность, потому что он в колодце сидит, в башне, и видит только какие-то тени, но при этом, как бы, ну так мир устроен, что человек, даже полностью погруженный во тьму, все равно связан с какой-то ноосферой, там, с культурой, что-то в него заложено. Это вот как маленький ребенок начинает говорить, и там, предположим, конечно, ему нужно, чтобы кто-то его учил, но склонность к языку, предположим, уже сидит у человека. Так и тут. Человек, не видя мира, он в себе содержит весь этот мир огромный, как бы, да, то есть он не может его видеть, но при этом он весь в нем, внутри. И там птицы, и там воздух, небо, и рыбы, и вода, то есть вот такое что-то. Он совсем соединен к невидимыми нитями. И почему я сделала именно вот светящиеся такие работы, а не просто рисунки, потому что мне хотелось показать, что, ну вот, как бы, как бы так сказать, что это свет, который исходит изнутри. То есть у заложника, у него, он изнутри светится этим, какой-то любовью к миру, да, вот, хотя он может, не может его показать, но, в общем, свет тут важный. Короче, объяснить я не могу. Я знаю, что, но не знаю, как.